Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты договорились реализовать инвестиционные проекты стоимостью более 10 миллиардов долларов. Двусторонние документы были подписаны в ходе официального визита Нурсултана Назарбаева в ОАЭ. Глава государства провел переговоры с наследным принцем Абудаби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, и подчеркнул, что в прошлом году взаимная торговля между двумя странами увеличилась вдвое. Все подробности переговоров в материале Елены Шрайбер. Несмотря на географическую отдаленность, Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты связывает экономическая близость. Страны, активные торговые партнеры. Явное преимущество Эмиратов в расположении, как раз на пересечении торговых путей между Востоком и Западом. Оттого ОАЭ можно назвать уникальным транспортно-логистическим узлом. И, несомненно, такой опыт интересен Казахстану, стране, которая в относительно короткие сроки выстроила паутину автомобильных и железных дорог и открыла выход к морю. Стратегические цели двух государств пересекаются во многих сферах от сельского хозяйства до сырьевого сектора. О дальнейшем продолжении сотрудничества в первую очередь говорят личные визиты Нурсултана Назарбаева в страну песков и технологий. Эту же встречу можно назвать особенной. Она проходит в год-столетие основателя Объединенных Арабских Эмиратов шейха Заида бен Султана Аль-Нахаяна. С ним Нурсултан Назарбаев был знаком лично, что президент подчеркнул на переговорах с его сыном, наследным принцем Абудаби, заместителем Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ. Президент поблагодарил шейха Мухаммеда бен Саида Аль-Нахаяна за теплый прием и отметил, что Казахстан и Эмираты связывают братские отношения. Особенность таких встреч в том, что они дают импульс развитию экономических отношений между странами. Например, реализовав все предыдущие договоренности, в 2017 году Казахстану и ОАЭ удалось в два раза увеличить взаимную торговлю с 374 до 643 миллионов долларов. Если сравнить с 2015 годом, то этот показатель вырос в шесть раз. Еще большим стимулом развития взаимовыгодных отношений служит введение безвизового режима. По словам президента Казахстана, стороны заинтересованы в дальнейшем углублении сотрудничества, особенно в области взаимной защиты инвестиций, космических технологий, гидроэнергетики, нефтехимии, сельского хозяйства и цифровизации. В рамках официального визита главы нашего государства Душтана Абеща Назарбаева в Объединенные Арабские Эмираты были подписаны стратегически важные для нашей экономики документы. Привлечение инвестиций из Объединенных Арабских Эмиратов в такие крупные инвестиционные проекты, как производство полиэтилена, производство полипропилена в Атыраусской области, развитие проектов СЭС Мордпорт Ахтау в Магуставовской области, СЭС Харгос Восточные Ворота в Алматинской области дадут существенный импульс развитию экономики нашей страны. Общая стоимость проектов, подписанных сегодня, составляет более 10 миллиардов долларов. Это прямые инвестиции. И сегодня было также подписано соглашение о взаимной защите инвестиций. Мы уверены, что это подписание сегодняшнего документа придаст новый импульс инвестиционному сотрудничеству между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Стороны договорились об основных условиях сотрудничества в отношении строительства интегрированного газохимического комплекса в Атыраусской области. Документ нужен для закрепления пакета мер господдержки и перехода к проектированию завода по производству полиэтилена стоимостью 6,5 миллиардов долларов и мощностью свыше миллиона тонн продукции в год. Завершить строительство проекта намерено к 2024 году. Кроме того, между странами заключен меморандум о взаимопонимании по приобретению доли участия в заводе по производству полипропилена в Атыраусской области. Проект намерен реализовать совместно с компанией Бореалис. Согласно меморандуму, компания проведет технико-экономическое обоснование и юридическую экспертизу, после которой примет решение по выкупу доли в проекте. Речь идет о 40-50%. Помимо этого, были заключены рамочные соглашения о покупке акций компании СЭС «Морской порт Актау» и о принципах участия компании DP World в компании СЭС «Харгос Восточные ворота». Документы послужат развитию взаимовыгодного сотрудничества и транспортного потенциала Казахстана. Также подписан договор об участии нашей страны в выставке «Экспо» в 2020 году, которая пройдет в Дубае. Я чувствую, что вы мои успешные операции. Здоровья вам. Спасибо. Веселенно. Веселенно. Елена Шрайбер, Хасинов Маркулов, Алмас Умаргалиев. При поддержке телерадиокомплекса президента. Хабар-24. Астана.